Вот оно пришло утро, Юрка, сказал Юрой, перевернулся на другой бок, подъем Первый десант, вот наша мама, вот наши яйца, вот наш тестер, он тут в каком состоянии, завтрак уже почти готов, а мама только вылезает из пола, вот, вот Имею право, мамы завтра не рождены, это завтра, я уже начинаю праздновать Здешние слепни не привыкли к машинам, потому они думают, что наша это большая корова И пытаются ее скушать со всех сторон, такое, что не может не радовать, потому что они при этом не трогают нас, отвлекаются на машину Что у нас идут сборы, сейчас соберемся и будем выдвигаться на гору от товара Сборы идут полным ходом, а я хочу показать, что у нас тут имеется, прямо на нашей стоянке Имеется сейдик Вот такая вот, памятная Это, видимо, бужок называется, языческий Имеется такой вот маленький сейдик Такой красивый сейдик Десятка снизу, да? Саня, закручиваем Поближе Ну ладно 100 рублей сверху, так? Саня, закручиваем в трубочку Ого, видишь? Вот, видишь, в трубочку Угу Теперь, Юр, держи кончики 100 рублей сверху, да? Саня, теперь Угу Вау! И ты держал Круто Я не мог же их перекинуть, если в трубочку Да, круто Как, понравился? Да Смотри, приезжали две женщины Самая свежая у нас Вот две белые Одна женщина приезжала с подругой Одна и вторая Одна и вторая повесили На следующий год Или на следующий месяц Потому что этот год не выдержит Или через некоторое время В этом же году Повесили еще две Одинаковые Потом Они приезжали Одна подруга приезжала Видишь? Это и это Две одинаковые Теперь смотри Две синие Два раза приезжали Две синие Одинаковые, видишь? Три даже Три Одна подруга приезжала Вот они Две одинаковые Вот видишь, она много узлов вязала Не один узел Видишь? А много узлов Значит, она приезжала тоже Раз И два Но приезжали же в один год В один год А вот эта свеженькая То есть приезжала один раз Больше не было ее И у нее видишь узлы какие Вот их все рассказано То есть это много лет Отдельная веревочка Это каждый год А узелки это значит Приезжали два человека Количество раз за один год Да Да Нет Эти два приезжали Еще другие Разные Видишь? Ветки разные И вот еще один человек приезжал Один То есть другой И еще Но он веревкой не поделился Вот эти поделились Видишь веревками Ну тут еще читать можно А зачем вообще? В чем смысл вязания? Ну вот видишь камни Вот посмотри внимательно Это символ просто Символ Ты такие пятнадцатитонные увидишь Ага Это сейд называется Сейд И вот если на них Голой задницей посидишь Ааа Ты офигеешь Аааа Понял Ну попробуй Это явно рукотворное Это самоделка А настоящие сейды Они другие А зачем делать самоделку? Просто по приколу Или какой-то есть глубокий смысл? Ну ты понимаешь Ну ты понимаешь Они тут влюбленные По-моему у них у всех голову повернута На этом деле Они немного чокнутые Чуть-чуть Понял Вот и от горы Ты ты чокнуты Ты сам пойдешь Да Увидишь просто Рот откроешь Ну это просто Вот как ты кальяну привык А эти вот горе Вот такое У нас тоже такое же происходит Да Народ пришел Так вот выглядит спуск На гору На дороге Да Вот так вот подъем у нас на гору Выглядит Столько машин приехало Вот мы идем по самой-самой центральной тропинке Как сказать Вам потом видео пришлите Я вам электронную почту свою напишу Это моя машина Их начали грабить Это твоя? Да На машине несколько раз сработала сигнализация Ни с того ни с сего Когда такого не было А вот сейчас взяла и сработала Дважды Непонятно с чего Удивительно Опять Третий раз То есть стоит отойти на определенное расстояние Срабатывает сигнализация К чему не понимаю Чудеса да и только Попробуем подняться на гору Догадочная сигнализация Вот такая тропинка Идет в горку Так говорят идти 6 километров Что ни разу непросто Что ни разу непросто Стопинка в гору Идет неплохая Но подниматься Нелегко Вот такой подъем На горку Достаточно крутой Сейчас будем сбираться наверх Дальше Ну вот Продолжаем подниматься В гору Тут у нас такие вот деревья сухие Какие-то вот такие Коляжистые Сучкастые Непонятные Вон там Просвечивает Никий вид Я думал что он будет во много раз выше Лучше когда мы поднимемся Мы еще в самом начале Нашего подъема Вообще конечно я не думал Что с таким углом 6 километров С таким меньше О Рыковой камень Каряка какая Угу Да Странные деревья Все больше и больше Все больше и больше Камни которые люди ломали взглядами Вот так Ну как бы Любовь идет во все стороны Они делают диск Любви И вот так Кидали на камень И он ломался И увидишь Беззубел Без всего камни Вот так поломаны Вот это класс Ну такое Не все конечно Но вот это Наверное это В тринадцатом веке В двенадцатом Когда в Болхвы вот это Там жили На этой горе Но очень интересно Будет Смотрите Вот Ну мы находимся на высоте Врет мой не точный Но тем не менее Более менее точный Литиметр Двести шестьдесят два метра То есть преодолели уже половину Подъема Но далеко не пути Путь будет состоять Еще из четырех отрезков Таких же Потому что соответственно Ну сначала идем к озеру Хорошо о топках пошел А тут что-то на тропе еще будут Какие-то камни интересные Да Да Три брата сначала пойдут Три брата Это три огромных камня По тридцать тонн И тут же сверлили Вот атланта Сверлили дырку Большую И там кратер остался И камни Которые вы сверлили Выкидывали Вот наружу И они многотонные А потом уже Пришли вот эти Необычные люди И камни поставили На треножники На три Камни Они висят все Ну вот не все А вот эти большие Самые большие камни Они просто Находятся Этот Ну вот как вы там На этой Классовой стоянке Видели Все это Это просто симва А ну на самом деле Глаз Вот так смотришь Такое вот Ну не трактором Сюда не заведешь Только Ну люди сделали Ну то есть Люди с такими Способностями Ну посмотрите Их нет Работы Там вообще очень интересно Подъем как и предвиделось Стал весьма более пологий Деревья действительно Немножко закручены Если смотреть По трещинам Они действительно Все Как будто Закрутились Ох Какой рисунок На камне Вот такой вот Интересный Сломанный камень Эзотерики Говорят Сломан Духовным ударом Типа Любящим сердцем Вообще Говорят Что здесь Тренировались Мистики На этой горе Волхвы Волхвы И прочее Типа Веки Как в 12 В общем Это был полигон Мистического оружия Вот такая теория Здесь Вот три камня Их называют Три Брата Вот Многотонные Улыжники Ох Можно сказать Первый сейт Стоит на камнях Вот он сейт Стоит на камнях Вот еще один сейт В общем он реально на них стоит Да пошли еще увидим Жди просветы Вот еще один сейт Вот третий сейт О какие сушеные деревья Смотри Разветвленные Какие мякушки Сушеные Это уже мертвое дерево Да Мертвые деревья пошли Да И действительно Закрученные Разве Я понимаю Что Они Имели в виду И все В одну сторону А Цветочки Разные Сороны И Живые И Незакрученные Вот Эти Скалы все выше и выше все круче и круче ничего себе вот это да какое дерево посмотри действительно странно ну это из-за ветров конечно а вот закрученный почему реально древесина закрученная действительно на всех в одну сторону она закручена это факт интересно еще сеет камень стоящий на трех маленьких камнях большой камень на трех маленьких да вообще это дерево конечно просто безумно смотрится обалдеть удивительно опять-таки закрученная древесина вся всех деревьях в одну и ту же сторону а вот свет что случилось почему ветки тоже закрученная блин странно действительно даже ветки закручены попадаются и прямые незакрученные что-то интересное весьма какая тропинка наша вот это наш да действительно удивительные деревья так сразу давайте за чуть-чуть три минутки о какой вид посмотрите все равно уже видно посмотри много таких чем действительно закрученные что самое удивительное ветки тоже закручены на некоторых я сказал что они пойдет дальше сильный шум в голове но там внутри почувствовать интересно потом буду спрашивать умного человека научное объяснение интересно как он объяснит вот эти вот а ты ему покажешь прямые линии как к алмазам пропилены вот таких скажем вот это привет ребята линкер вот смотрите чтобы не сбиться с пусть еще я обычно вот вот там направление какие плиты прям ровная ну это да это естественное происхождение красиво как я читал это вместилище души шамана ой какой вид да вот это вид действительно гора красота красота сейчас посмотрим насколько мы высоко 352 метра в общем-то можно сказать уже на горе красота и вот скрученные деревья и сумасшедший вид вниз такая красота с озерами пойдем ага вот это человеческая самоделка ух ты виды то какие господи сумасшедший реально чувствуется что гора все таки я тут уже на холдрик типа камень расколотый ментальным ударом по одной версии да реально смотрится на таких камушках лежат пожертвования да ничего себе булыжничек вот мы на горе камень который А в этом кабине этот камень не смотрели и увидели совсем. Уполз. Уполз куда-то я не знаю. Хотя бы то место ориентировочно знаю, а не можем найти. Совсем. Значит тут еще и ползающие камни попадаются. Да, только они с той стороны. Это вот два камня. Ух ты, а вот и озеро. Вот и озеро. Ну природа похожа как на Кольском. Можно искать себя с красным. Тут я купался вчера. А вот теперь посмотри внимательно. Да. Что, думаешь естественно? Абсолютно ровный срез. Какой здоровый. Выше человеческого роста. Ну как? Да. Абсолютно ровный. Да. Полностью ровный. И вон тоже кусок. Видишь полностью ровный. А он только весь пропилен вот туда. Да. Удивительно. Да. Подозрительно ровно. Вот. Видишь прямая? Вот. Видишь прямая? Угу. 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 Вперед такой у меня нет. Думаю лазером каким-нибудь. Вот так будет. Ну да. Как то уж совсем прямо. И вот это абсолютно ровный срез. И вот это ровный абсолютно срез. В общем тут все в абсолютно ровных срезах. Что, конечно, весьма странно, ни в одном месте столько дней. Вот, если хотите, отклонитесь, там вода чистая, можно помыть лицо. Я предлагаю встать и отдохнуть сейчас. Да-да-да, без проблем. Ребят, ну сиди-сиди, все. Ага. Чечевица. И лица. О, у нас тоже подарки. Да, и получалась банька. Вот тут даже делали баню. Вот, товарищ. Стэнтик, стоянка. А сейчас мы идем к сейду. Перевернутая пирамида. Да, явные следы какие-то. Может быть. Может быть. Похоже. Да, да, оно и есть. Да, действительно интересный камушек. Тоже сеет, да? Тоже на маленьких стоит. Не. Все-таки не стоит, конечно. Но камень забавный. Да, и вот такая вот абсолютно плоская часть. Абсолютно ровная и плоская. Да вот так, сбоку вот так покажи им, а то не проверят, скажут. Да, что такое не может быть. Но самое крутое, это когда эти шаманы камни ломали. Вот это покруче будет даже, чем и пилинные. Пилинные, это какие-то одежды. На крате. А вот эти, то, что они умели делать, это вообще запредельная штука. Какой-нибудь нерв защемил или позвоночник? Пилинные, подняться, как можно изменить ноги. Ага. И лава закружилась. Вестибулярный аппарат во внутреннем мухе немножко отказал. Тоже такое бывает. Вот на таком посидеть. Вот это сеет. Ну что, попробовать? Подожди, еще на самой высокой точке. Подождите, еще рано. Еще будут красивее камни. Ага. Окей. Просто я бы на каком-нибудь таком камушке с кальяном посидел. Подожди. Подожди. А вот смотри какой-то пропил. Ага. Да, вообще интересно. Треснуло. Треснуло. Скажем так, можно поверить в то, что это природа, да? Вот. Что-то уж больно много. Вот это вот реально немножко бросается в глаза. Треснуло. 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 Да, тоже сеет. Треснуло. Вот алмазом пивеный, видишь, маленький. Видишь, как ровно две. Видишь прямые? Да, причем две. Нет, это вообще странно. Абсолютно ровная среза. Ну вообще. Вот что это? Природа так поломала ровно-ровно камень в двух местах сразу. Все-таки в природу я не очень верю. Вон те это самоделкино. Вон видишь. Ага. А вот шаманчики работают. Вот. Это не алмазом. Угу. А видишь так? А вот такой-то энергии долбаноги, ну как масло в колоде. Где уже она настолько была сильная, что она даже не переместила камень. Она его просто вот так раскрывала. Вот, смотри. И это не алмаз, он кривой. И вот таких расколов, но это еще много. Ты увидишь. А где она? Ну вот здесь странно. И она так замаскирована. Но она немножко оброслась. Но я вам могу сказать. Интересно. Там рядом. Конечно. Ты видишь. Алмазы естественные. А, действительно интересно. Очередной абсолютно ровный разрез. О. Ничего себе. Сфоткай, Наташ. Офигенно. Вот это его скрючило. Памятные места. Нихига себе. Офигенно. Вот эта скрючила. Продолжение следует...